Это вот 22 числа, в 18.00 будет онлайн-класс. Как обычно, мы часто проводим такие классы, связанные с джапом-медитацией. И джапа будет с Шабадом Реймом. Известный текст в йогической среде, в кундалини-йоговской, который написан в Лугабит Синхам. И, в общем-то, его целевое назначение – это инициировать такой йогический процесс. А именно то, что связано с йогой, как установление непрерывной устойчивой связи с истиной. Посредством контролирования своего ума. Этот шабад, он как бы нам позволяет утвердиться в этом йогическом мастерстве и вот в этом состоянии, которое называется йога, как именно взаимосвязь с высшим началом. Себя как тело и ума, или себя как индивидуальной души и сверхдуши. И вот это как раз для нынешнего времени такая очень актуальная тема, то есть как привести свой ум в совершенный порядок. Вот значение этих текстов, по-моему, нельзя недооценивать. То есть оно достаточно мощное, потому что они явлены, соответственно, непосредственно из самого источника через компетентных проводников, то есть который называется гуру. И вот гуру Габин Синхам был как раз десятым гуру в традиции, в сикской традиции. Вот, то есть частота его канала, она не оспаривается, то есть она является авторитетной, и поэтому то, что он говорит, достаточно постоверно, опять-таки с точки зрения ориентации на высшую реальность. И поэтому то, что говорят гуру, оно является таким очень мощным инструментом в наших руках, чтобы мы могли вот этот процесс восхождения реализовать посредством вот такой джапа, то есть многократного повторения этого текста. Текст не очень большой, Реймин Никуевич от Камал, вот, вполне подлежит изучению, и если мы его повторяем достаточно продолжительное время или энное количество раз, то он дает свой результат, вот, и опять-таки ум начинает функционировать более оптимально с точки зрения, опять-таки, с точки зрения решения связи с высшим и организации низшего. Вот такая вот, что именно для этого ум-то и нужен, чтобы нас адаптировать в среде обитания, вот, и одновременно решать какие-то эволюционные задачи, эволюционные вопросы. А вот этот шаббат, он как раз, вот эти все темы, о которых я говорил, связаны с пребыванием у нас слишком длительное время в информационном поле и с сопутствующими негативными какими-то эффектами, а это очень серьезная битва, потому что битва за умы людей – это самое главное сражение. И если мы его повторяем достаточно продолжительное время или энное количество раз, то он дает свой результат, вот, и, опять-таки, ум начинает функционировать более оптимально с точки зрения, опять, с точки зрения решения связи с высшим и организации низшего. Вот такая вот шаббат. Именно для этого ум-то и нужен, чтобы нас адаптировать в среде обитания и одновременно решать какие-то эволюционные задачи, эволюционные вопросы. Фактически бой идет за нашу душу или за нашу идентичность. То есть какова наша идентичность, потому что ум – это, соответственно, среда, которая и призвана выразить эту идентичность самым адекватным образом. И не просто выразить, но еще и так же эту идентичность, если есть такая возможность, изменять и трансформировать. А вот пока эта идентичность не будет вытолкнута из этого пространства ума, ну, как пузырь такой, пока она пребывает, эта идентичность внутри этого болота, внутри этого ума, но надо, так сказать, создать такое давление, чтобы пунктную идентичность вытолкнуть за пределы. И тогда она оказывается неуязвимой уже всяким родом превратности всего этого материального мира, ее изменениям, в том числе и старению страны, старению и смерти, потому что она все равно остается за пределы. Ну и, собственно, вот этот шаббат, он как раз вот эти все задачи решает. Еще раз, действие очень мощное, очень сильное. Вот, если это все произносится правильно, точно, то, в общем-то, это мощно работает. Так что вот 22-го числа вы можете, соответственно, включиться в этот онлайн-процесс и получить такое направление, вектор. Вот, так что вот такой вот шаббат, он, так сказать, вот очень важен для йога, особенно для тех, кто практикует йогу. Вот.